Дорогие друзья, сейчас очень важная тема будет задета. Смотрите, мы предлагаем нашей партии 5.10 реализовать в Полтаве электронное самовредование. Что это значит? Вы больше не ходите по кабинетам, не ждете перерывы, не тратите свое время, вы все решаете онлайн. У нас есть возможности, у нас есть знания, мы это все можем реализовать. Смотрите, вам надо какая-то справка или любая другая услуга, которая реализуется нашим правительством местным, властью. Вы заходите на сайт, и там полностью графа заполняете и получаете тот же результат мгновенно, либо в какой-то очень короткий срок. То есть непосредственно чиновник вас не видит, он вас не знает, и он не принимает решения. Большинство решений будет принимать программа. То есть есть база данных, она сверяется с ней и достает вам справку. Я думаю, что в каком-то коротком будущем эти справки отпадут. Но просто сейчас еще и законодательство такое, что мы должны... Да, тем более, с 1 октября. Смотрите, еще какой момент. Тратятся деньги города, наши деньги, которые мы зарабатываем и платим посредством налогов. Мы понятия не имеем, куда, сколько потратилось. Это ненормальная ситуация. Мы должны в каждую минуту, когда захотели, зайти и узнать, сколько стоило участок дороги, например, от этой остановки до этой остановки, сколько стоила остановка та, что купили, сколько стоило потратили в этом месяце, в том... Полностью вся информация мы предлагаем, и мы это сделаем. Полностью вся информация открытая и есть на сайте. Это такая общая консолидирующая точка будет, через которую гражданин, житель Полтавы, сможет связываться с властью, иметь от нее ответ напрямую, задать себе вопрос, получить услугу. Дальше более детально вам об этом расскажет наш IT-специалист Дмитрий. Добрый день. Расскажу на примере города Львова и города Винницы, как работает электронное самоуправление. Значит, в Виннице на сегодняшний день можно зарегистрировать ребенка за год или два, поставить на учет в садик. Таким образом, не придется родителям бегать в самый последний момент, искать, кому всунуть эту взятку, чтобы поставили на учет или не поставили. Так родители за год, за два будут уже уверены, что их ребенок будет в садике и знает уже в каком садике. Второй момент. Каким образом происходит казнократство? Все тендера, которые существуют в горосполкоме, так как в коммунальной сфере, в сфере услуг, наш горосполком не может до конца закрыть кадрами квалифицированными вопросы. Поэтому обращаются к специалистам извне, то есть коммерческим структурам. И зачастую такие тендера, где ставят вопрос зафиксировать дорогу, поставить лавочки, поставить остановки, они все объявляются тендером от государства. Но так как зачастую это все закрыто от громады, мы не знаем, кто выиграл тендер, какая сумма была заложена на изготовление той же остановки, либо на тот участок дороги заасфальтировать. А, собственно, это и есть наши деньги. Это те деньги, которые мы в качестве налога вносим в государственную казну. Перед собой ставят целью электронное управление, самоуправление, открыть информацию, как можно больше раскрыть информацию о действующих, о текущих делах нашего городского самоуправления. Таким образом, мы могли бы с системой решения задач сегодня перейти в систему планирования, где мы можем планировать, что мы будем делать в следующем году, как мы будем развиваться, как у нас будут строиться дороги, как у нас будет развиваться туристическая отрасль, как зеленение города, как у нас будут проводиться мероприятия в городе, как мы будем себя… где мы будем завтра. Это нужно нам знать для того, чтобы мы уверенно себя здесь чувствовали, не думали о том, куда бы переехать, куда бы податься, где бы заработать денег, где бы добиться качественной услуги, где бы себя защитить по справовой точке, где и как можем решить свой вопрос, касающий нашего будущего, наших детей, нашего дома, нашей улицы. И если это выразить схематически, это должно выглядеть таким образом. Значит, сегодня это происходит как? Человек заходит в горысполком, и у него открывается 25 кабинетов, где, собственно, он пытается найти то, в каком кабинете вырешивается его справа. Зачастую происходит так, с одного кабинета перегоняют во второй, со второго в третью, с третьего в четвертый, и, собственно, по итогу человека минус две недели времени, и при этом не собрав документы, и не зная, кто конкретно ответственный за решение его вопроса. А что собой подразумевает электронное самоуправление? Значит, задача электронного самоуправления такова, что человек, зайдя в горысполком, встречается с одним окном, одним представителем горысполкома, либо же он заходит на страницу онлайн, на сайт, где, собственно, есть порядок вопросов, за которыми закреплен определенный отдел, где есть вы иконавцы, и есть люди, которые ответственны за продвижение вашего вопроса, где мы можем всегда знать, кто и на каком этапе приостановил ваше дело, на ком застрял ваш вопрос. Таким образом, мы всегда знаем, кто виноват в том, что ваше справа не двигается.